Здравствуйте! Меня зовут Роман Выстероп и это программа Актуальное интервью. На сегодняшний день дополнительное образование детей считается важной частью основного образовательного процесса и нуждается в постоянном поддержании и развитии. Как развивается эта система на территории нашего региона, сегодня обсудим с нашим гостем, руководителем регионального модельного центра дополнительного образования детей Ставропольского края Юрий Сергеев на Актуальном интервью сегодня. Юрий Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Очень рада вас видеть в нашей студии. И сейчас действительно тема дополнительного образования детей актуальна. На сегодняшний день она всегда была актуальна, а сейчас этому уделяется очень большое внимание и развитие. Это здорово! Вначале давайте поговорим о вашем центре. Познакомимся, зрителей познакомим. Чем занимается ваш центр, какие основные направления и задачи? Спасибо за вопрос. Наш центр относительно молодой и он был создан в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. И немного ранее, в 2019 году приказом Министерства просвещения России вышел документ, это целевая модель развития региональных систем дополнительного образования. И вот этот основополагающий документ ставит цели и задачи работы нашего центра. Основная цель – это создание условий для развития успешного социального ребенка путем достижения охвата дополнительным образованием. Не менее 80% от общего количества детей, проживающих на территории. Ну а задачи центра – организационно-управленческая, методическая поддержка, правовая, техническая. Всем участникам системы дополнительного образования. И региональный модельный центр является региональным оператором внедрения целевой модели в нашем регионе. Помимо этого, центр является оператором по проведению независимой оценки качества образования. Речь идет о независимой экспертизе тех программ, которые считаются востребованными родителями и детьми, и на которые можно будет записаться с помощью сертификата. Ну а также центр является оператором по сопровождению навигатора. Мы об этом уже говорили. Дополнительное образование той системы, которая аккумулирует все кружки и секции в одном месте. Это очень удобная, кстати, система. Он зашел, все видно, и можно записаться, и заявку оставить. Да, абсолютно согласен. И эта же система в этом году будет формировать уже социальные сертификаты взамен тому, который был ранее опробирован в некоторых территориях. Он назывался сертификатом персонифицированного финансирования. Вот основные функции и моменты, которые реализует наш центр. Юрий Николаевич, основная задача дополнительного образования детей, какая ставится на сегодняшний день? Вы говорите, нужно достичь определенных результатов. То есть количество, процент увеличений вовлеченности детей в дополнительное образование. Да, ну на сегодняшний день в качестве основной задачи можно выделить повышение вариативности образования, доступности и качества дополнительного образования. Как раз и охват предполагает, чтобы система стала гибкая и доступная. И с этой задачей как раз справляется сервис-навигатор, который создает условия для комфортной записи на те кружки и секции, которые выбирают родители и дети. Ряд задач сопутствующих направляют нас на обновление методов содержания дополнительного образования, развитие сетевых форм реализации образовательных программ и также обеспечение кадрового потенциала межведомственного и межуровневого взаимодействия. То есть задач в целевой модели достаточно много. Много они пересекаются между собой, но один из значимых показателей – это действительно охват детей дополнительным образованием на уровне не менее 80% от общего количества проживающих детей. Допообразование – это же все равно считается… Развить это все вместе. То есть есть общее образование, которое дети в школах получают, а в дополнительном – это возможность развиваться ребенку как личности, получать какие-то дополнительные знания в творчестве. Правильно же, да? Да. Есть такие задачи. Хотя сейчас доп. образование наукой дети даже занимаются. Да, безусловно. И есть условия, с помощью которых можно развивать ту или иную деятельность. В Ставропольском крае созданы инновационные площадки, такие как кванториум, мобильный кванториум, в этом году школьный кванториум, точки роста, Сириус и другие площадки. И дети могут выбрать ту или иную направленность – и робототехника, и авиамоделирование, и художественную направленность, рисование, занятия танцами. Их достаточно много. У нас порядка 20 тысяч программ, которые реализуются в крае. Это те программы, которые зарегистрированы в системе «Навигатор». Это достаточно большое количество программ. И причем они формируются с учетом как раз запросов родителей. С учетом тенденции развития, социального развития региона. С привлечением организаций из реального сектора экономики. И специалисты этих организаций могут быть привлечены как эксперты, как наставники, как практики. Поэтому достаточно такая большая работа в системе дополнительного образования проводится. И, безусловно, нельзя представить общее образование без дополнительного. На то иное дополнительное, чтобы дополнить общее образование. Но в дополнительном образовании разные траектории. Разноуровневые программы, сетевые программы с применением дистанционных образовательных форм. Здесь нет четкого стандарта. И преподаватель может предложить родителям свою форму, свою траекторию, свое количество часов. В день, дневное, вечернее проведение. То есть все эти моменты, они учитываются. Причем для детей определенного возраста, определенный когорт возрастной. От 5 до 6 лет, от 14 до 16 лет и так далее. Такая гибкость и удобно. То, что можно подобрать. Опять же, у всех график разный. Возможности где-то добираться. Но в дополнительное образование входят, как мы уже сказали, технопарки. Это же ведь и дома детского творчества, музыкальные школы. Это же тоже, получается, система дополнительного образования? Да, совершенно верно. В системе дополнительного образования реализуются программы разных отраслей. Отрасли образования, отрасли спорта, отрасли искусства и других отраслей. Поэтому в дополнительном образовании аккумулируется достаточно большое количество программ, которые реализуют разные организации, государственные, муниципальные, даже частные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие право на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. Поэтому достаточно большое количество организаций, имеющих лицензию на дополнительное образование детей и взрослых, могут реализовать соответствующие программы. Мы стремимся не к количеству, а все-таки к качественному содержанию. Да, количество должно закрыть потребность. Здесь нужно и рассматривать контент этой программы, чтобы он был качественным, и сама программа была интересной и востребованной. То есть это все под ваши обязанности отследить, дать возможность и помочь развитию таких всех сфер дополнительного образования? В наши функции, да, входит реализация целевой модели развития региональных систем дополнительного образования. И в эту целевую модель как раз заложены новые фундаменты, принципы работы, принципы взаимодействия с организациями, с инновационными площадками, с родителями, с детьми. То есть масса мероприятий, которые не только относятся на создание типовых моделей, так скажем, или определенных форматов программ, а в комплексе взаимодействия, получения обратной связи и от родителей, и от детей. Понять, что хочет ребенок, кем он хочет стать, чем может помочь дополнительное образование. Здесь, сейчас, сегодня, на перспективу. Вот такие задачи решаются. Ну и, безусловно, проводятся разные мероприятия. И сезонные школы, и конкурсы, и всевозможные стратегические сессии для педагогов и методистов. И я хотел бы отметить, что не только в этой сфере работает региональный модельный центр. Он не один. На самом деле, в этом году созданы во всех муниципальных образованиях муниципальные опорные центры. Это такие вот мини-региональные центры, которые выполняют функции большого нашего центра. Но у себя, в муниципалитете, они лучше знают, какие проблемы есть в муниципалитете в целом, в системе дополнительного образования. Какие есть запросы от родителей. Какие нужно создавать информационные ресурсы, методички, программы. Какую консультационную помощь оказывать населению. Вот поэтому здесь мы не одиноки. И 33 муниципальных опорных центра с июля месяца буквально все работают в штатном режиме. Ух ты. Юрий Николаевич, Вы вот говорили о педагогах, которые работают в дополнительном образовании. То есть люди должны иметь соответствующие образования, лицензии. Кто входит в педагогический состав дополнительного образования, должен вот ходить? Ну, на самом деле, это лица, которые закончили среднепрофессиональные, высшие профессиональные учреждения. И по направлению подготовки педагогика. Вот. Но также федеральный закон об образовании разрешает организациям привлекать и обучающихся организаций высшего образования. Как правило, это старших курсов. И студенты могут проводить занятия в той или иной организации. Но и в системе дополнительного образования развивается институт наставничества. И здесь в организацию можно привлечь и практиков, наставников из других организаций. Не случайно одна из задач говорит о том, что необходимо создавать сетевое взаимодействие. В чем смысл этого сетевого взаимодействия? Организации, которые имеют определенных ресурсов, допустим, материально-технических, какой-то базы ресурсной, может обратиться в ту организацию, где есть эта база. И на основании сетевых взаимодействий другая организация, имеющая материально-техническую базу, может поделиться этой базой на безвозмездной основе. Другой сюжет, когда организации дополнительного образования необходимо привлечь кадры. И здесь кадровый вопрос возникает. И также может помочь другая организация, которая имеет соответствующий кадровый потенциал. И здесь, может быть, специалисты другой организации могут выступить наставниками, практиками. И помочь соответствующей организации реализовать более качественную программу. То есть здесь возможности есть. И в этом аспекте как раз сетевое взаимодействие помогает, поможет закрыть кадровые какие-то проблемы, отсутствие материально-технической базы в некоторых организациях. То есть достаточно, опять же, гибкие механизмы появились в целевой модели развития систем дополнительного образования. Ну, такой нехватки педагогов в доп. образовании нет. Потому что это чуть другое направление, чем школьная педагогика, да? В каждом муниципалитете, наверное, есть определенные проблемы. Но судя по количеству создаваемых программ, такой вот явной нехватки не ожидается. Потому что в 2024 году в Крае появляется новый проект создания новых мест в образовательных и общеобразовательных организациях, в школах. Соответственно, будут привлекаться новые педагоги, открываться новые дополнительные места. И, соответственно, это повлияет тоже на общий охват. И детей станет больше, соответственно, программ станет больше. Ну, и, соответственно, педагогов в дополнительном образовании станет больше. Сейчас очень много различных проектов региональных, которые помогают в развитии, которые способствуют. И благодаря которым можно и материально-техническую базу обновить, и повышать квалификацию педагогов. Вот что касается системы дополнительного образования. Какие-то ли проекты региональные помогают в развитии, участии в проектах? Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования – это основной документ. И в регионе есть региональный проект с одноименным названием «Успех каждого ребенка». И вот данный проект содержит два ключевых показателя. Я начну с них. Первый – он совпадает. Это общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченный системой дополнительного образования, кружками и секциями в отношении общего количества детей, проживающих в регионе. А второй – касается доли детей, задействованных на инновационных площадках, в Кванториумах, в Сириусе, в IT-кубе, в мобильном Кванториуме, в школьном Кванториуме. И вот эти показатели – это региональные показатели, которые мы успешно выполняем, закрываем. Есть определенный план достижения этих показателей. И я надеюсь, что здесь эти показатели помогут не только достичь в цифровом эквиваленте сам показатель, а именно создать условия для того, чтобы дети приходили в эти организации и получали достаточно профессиональное обучение. – То есть какая-то основная поддержка есть от регионального проекта? – Да, безусловно. Это тоже вектор, это ориентир, это методика деятельности центра. Потому что кроме этих двух показателей есть ряд направлений деятельности, развития сервиса мероприятий, который встроен в систему «Навигатор» и который предполагает размещение мероприятий всех организаций. Причем разных уровней – образовательных, муниципальных, региональных, всероссийских, мирового масштаба. И разные формы проведения этих мероприятий, они фиксируются в системе. Зачем это нужно? Для того, чтобы было и родителям удобно понимать, где, какое мероприятие проводится в настоящее время, в какой организации, в каком муниципалитете. Есть ли межмуниципальные мероприятия, когда собираются группы из одного муниципалитета и из другого на соревнования. Поэтому здесь ориентир по развитию этого модуля, он также определен и, на мой взгляд, достаточно будет перспективным. Он совсем недавно запущен. И здесь рано еще говорит о каких-то цифрах. Ну, надеюсь, что он будет востребован и поможет сориентироваться родителям и выбрать то мероприятие, в которых совместно с детьми они могут участвовать. Не только дети, можно участвовать семьями, командами в различных мероприятиях. Здорово. Ну, как бы хорошо, что мы идем, когда вот есть такие сервисы, как навигатор, где можно посмотреть любое направление для ребенка, выбрать возраст, записаться, дистанционно, не выходя из дома. Плюс еще мероприятия. Это сейчас прекрасно. Вот современные технологии, они нам помогают и облегчают нам жизнь и развитие еще детей. Вот что можно сказать, если мы уже так говорим о показателях, на сегодняшний день, сказать про уровень развития дополнительного образования в нашем регионе. Приведу вначале некоторые цифры. В нашем региональном навигаторе зарегистрировано порядка 1673 организаций разных видов и типов, включая вот и негосударственные организации и организации разных отраслей образования, культуры, спорта. Также достаточно большая цифра, которая позволяет закрыть потребность дополнительного образования. То есть мы здесь закрываем задачу доступности. Дальше идет следующий показатель – это показатель количества программ. Их в настоящее время будет около 20 тысяч программ и шести основных направленностей. Социально-гуманитарная, естественно, научная, техническая, физкультурно-спортивная направленность, художественная направленность и туристско-краеведческая. В результате того, что есть определенное количество этих программ, эти программы не только фиксируются в навигаторе, они обновляются ежегодно. Для чего это нужно? Для того, чтобы программы шли в ногу со временем и отвечали потребностям родителей. Модик, ДНСМ, опять же, да, наверное, в направлении каких-то? Да, безусловно. И здесь основную роль как раз выполняет подготовленный педагог. И вот на сегодняшний день в крае у нас функционирует навигатор, работает 33 муниципальных опорных центра, проходит повышение квалификации 78 специалистов муниципальных опорных центров, внедряются типовые модели доступности системы дополнительного образования именно в сельской местности. И разрабатываются, внедряются типовые программы по следующим направлениям. Это разноуровневые программы, где необходимо фиксировать уровни для детей разных возрастов и разных потребностей. Это сетевые программы, о которых мы говорили. Это программы с применением как раз дистанционных образовательных технологий, включая электронное обучение. И надеюсь, что в ежегодном формате будут проводиться сезонные школы. И в этом году были организованы пять школ, порядка 450 мотивированных школьников прошли обучение. Были краткосрочные программы по социально-гуманитарной направленности, это волонтерство, патриотизму, и три по туристико-краеведческой, технической, естественно-научной направленности. Дети получили богатейший опыт в работе этих школ, так как проводились не только краткосрочные программы, а ряд мероприятий, связанных и с профориентацией, и знакомством актуальных профессий. И проводились фестивали, конкурсы, соревнования. Вот получили массу эмоций, положительных эмоций, заряда бодрости и, естественно, знаний. И надеюсь, что в таком формате и в следующем году мы будем проводить сезонные школы. И это тоже результат деятельности не только нашего центра, и других центров, и педагогов, и привлеченных организаций. И я хотел бы сказать, что в этом году будут проводиться впервые конкурсы для педагогического состава педагогов и руководителей системы дополнительного образования. Надеюсь, что на этом конкурсе наши коллеги представят лучший опыт. И также надеюсь, что данные конкурсы будут проводиться в ежегодном формате. Я думаю, все будет на высшем уровне. Нам есть чем гордиться. У нас прекрасные педагоги. Мы видим по результатам наших талантливых детей в Ставропольске. Да, абсолютно согласен. Юрий Николаевич, огромное Вам спасибо, что пришли сегодня к нам, уделили время, поделились с нами интересной, важной и, самое главное, актуальной информацией. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире своего ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...